Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И нежданно, негаданно, на самом деле, очень нежданно и очень негаданно мы с вами приехали в торговый центр, чтобы немножечко пошопиться. А вернее, мне очень нужно в Икею еще до того момента, как мы заболели. Мы планировали поехать в Икею, потом заболели, потом не могли поехать. Но сейчас вроде бы все окей, так что нам можно ходить в магазин и можно закупаться. В общем, нам нужны полочки в ванную. Я вам сейчас буду по пути рассказывать, что мне нужно. Мне нужны две полки в ванную, я их еще вживую не видела, видела только на сайте и видела то, что они есть в наличии. А также мне нужен такой же комод, как у меня, для ногтей, для косметики, для того, чтобы я в него сложила свою бижутерию. Это комод Аликс, тоже в Икею, и он вроде тоже есть в наличии. Я все проверяла, правда, вчера, сегодня не проверяла. Надо было проверить, потому что все быстро разбирают. Но я надеюсь, что никому эти дурацкие полки в ванную бежевую не понадобятся, и Аликсу всех не выкупят. Ну и походим, посмотрим, что там есть. Погуляем, мы давно в магазинах не были, и мы, конечно же, с нами. И мне еще, ребята, нужны рамки для панно, которые я купила на SHEIN. Я их вообще планировала покупать в Merlin Merlin, но чтобы сэкономить время и туда как бы не ехать, может быть, мы их тут посмотрим. Мне нужны размером 30 на 40, так что погнали. Та-дам! Ну что, ребят, все, мы уже в Икею, так что берем вот такую-то одну корзиночку и погнали. Смотрите, я там уже на входе нашла классное новое белье, которое я бы хотела купить, но когда я подойдем в белье, тогда его и посмотрим. Вообще, надеюсь, мне хорошо слышно, так что пш-пш. О, давай подушки новые посмотрим. Прикольно, новинка, 299. Я хочу что-нибудь яркое взять, красивое. Смотри, там какой плед красивый, яркий. Он такой яркий, но он такой маленький, всего 110 на 170. Он, знаете, как шарфик, можно шарф взять, но приятный. Это тоже хочу, смотри, какая она красивая, яркая подушка. Как в комнате у подростка из-за эйфории. Реально, мы начали смотреть эйфорию, и у меня тоже крышу снесло. Нет, такие брать не буду, потому что это не мой стиль. Блин, прикольно, я соскучилась прям вообще. Там все такое розовое. Ребята, ставьте лайки, если вы соскучились по шопингам. Мне это кресло капец как нравится. Мы в прошлый раз здесь были, я говорю, все, Денис, придумывай, куда я могу поставить это кресло и покупай мне это кресло. Гусиную лапку. Прям реально клевое. Ладно, давайте время не будем зря терять. Погнали смотреть то, что мне нужно. Мы нашли то, что мы сначала возьмем. Мы возьмем сначала несколько салфеток, потому что пока мы болели, мы все их израсходовали. Три-четыре. Я так разучилась с вами по магазинам ходить. Я вообще как будто тут не была никогда. Пять, шесть. Так, теперь давайте вот такие салфетки брать. У меня теперь розовые салфетки будут ассоциироваться с болезнью, потому что я в них сморкалась. Они очень удобные. Я их вот так вот расщепляла на три слоя. Ну и сами понимаете. Окей, ладно, давайте не о грустном, давайте о приятном. Я возьму голубые. Ну блин, я бы розовые тоже взяла, но не буду их брать. Возьму вот такие вот лососевые. Лосось. Хочешь зеленые? Зеленые тоже возьмем. Погнали дальше. Я нашла очень прикольные наволочки. Смотрите, какие клевые. Они с кисточками. И стоят всего 399 рублей. И это суперновинка. Так что, я думаю, надо взять. Как раз таки на весну будем обновлять нашу спальню. Как раз таки используем. Только мне не нравится, что тут кисточки такие распотрошенные, да? Некрасивые. Надо хорошие выбрать. Они все распотрошенные. Здесь хорошие на выставочном экземпляре. Их, видимо, причесали. А вот, ничего такие. И вот это вот вроде норма была. Все, берем вот эти вот две. Я хотя бы себе пообещала, что я вообще не буду брать никакие наволочки. Я, кстати, хотела в спальню новую подушку взять. Ты хочешь? Ну, прям подушки. А, ну, можно тогда. Можно посмотреть, потому что нашим уже почти 2 года. И они прям очень сильно сжались. Ну, так надо уже менять. Давай тут посмотрим. Смотри тоже какие-то новые. О, ну, это старое. Что-то тоже не очень. Я хочу что-нибудь такое прям свежее, летнее. Это вот это, да? Ну, такое. Она больше летнее уже, конечно, чем весеннее. Ребят, смотрите, еще какая красивая наволочка. Тоже с такими вот штучками прикольными. И полосатые. Ну, полосатые больше новогодние. Зачем здесь вот эти штуки, кто знает? Ну, понятно. Это вообще новогодние. Почему на новогодние скидки нету, еще не понимаю? Симпотные, ребята. А, это вот это. Такого точно брать не буду. Ура! Мы в моем любимом отделе с постельным бельем. Мы не покупали постельное белье уже, наверное, год. Поэтому надо сейчас купить новое. Я прям очень хочу. Темное я не хочу. Тоже не любишь, да? Мы как-то не очень любим темное белье. Вот это? Но оно не мягкое. Ну, такое. Мне не нравится. Во мне прикалывает. Стильно смотрится. Знаешь, минимализм. Минимализм. Которого у нас нет в нашем доме. Ладно, давай дальше смотреть. Мне вообще вот это понравилось на входе. Оно такое жестковатое, конечно. Это самое бюджетное белье здесь. Оно тысячу всего стоит. О, мне не нравится. Тебе не нравится? Мне даже не нравится. Не, мне не нравится. Ну, хотя нормально. Мягкое просто такое. Вот просто есть белое. Голос ты и с черненькими. Где? Стильно смотрится. Ну, у нас есть, да, с черной окантовкой, но тут серое. Вот оно. Оно не белое на самом деле, а оно такое какое-то желтое. Давай такое возьмем. У нас есть такое. А вот такого нету, да. Смотри. У нас такое бежевое, не белое. Смотри, есть стеганое. Я белое хочу. Ну, по-моему. Это вот это или вот это? Да, любое. Любое оно белое. Да, потому что оно стеганое. Вот оно. Стеганое, ты что знаешь? Ну, вот, простеганое. Ты что? Типа прошитого. Вот, да. Видишь, красиво прошитое, Денис. Я хотела бюджетное за косарь сердечками взять. 3 800 запустильное бюджетное. Ну, а вот это знаешь, сколько будет стоить? Это 2. Я бы такое взял, мне нравится. 3,5 оно стоит. Ну, давай его возьмем, давай. Я не против. Так, мы берем 200 на 200. Тут подушечки 50 на 70. И я бы с удовольствием взяла еще новое на матраснике. Простыня натизная. Раньше они всегда были вот здесь. А сейчас их, видимо, куда-то убрали. Тут вот еще такие комплектики есть весенние прикольные. Ну, ты такое не хочешь, ладно. Ест, 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 ест. Вот, вот, вот что нам нужно. Уля Виде. Ну, в принципе, приятное, но можно было бы и поприятнее взять. Вот, размер 180 на 200. Что тут еще, ребят, белое есть? Давайте посмотрим. Два лаа, это... Ну, оно такое жесткое, оно прям как хлопок. Вот это получше по качеству будет. Но я бы еще лучше взяла. Но тут, походу, нету. Сейчас будем смотреть. Реально нету. Все самое такое отстойное осталось. Все, ребята, мы выбрали вот эту вот простыню 180 на 200 у Львиде. Потому что получше нету. Я бы получше взяла, но лучше нету. Вот, теперь подушки. Пойдем смотреть. Нам нужно низкое. Мы не любим высокие. Нам нужно низкое подушкое. Забыла дома посмотреть, какая у нас подушка. Я бы такую уже взяла. Слушай, прикольная. Но она жесткая прям. Ой, мне нравится. Все нравится? Она переевая, что ли? Давай смотреть. Низкая подушка из мягкого хлопка с наполнителем из пера и утиного пуха. Он аллерген, может быть, мы расчихаться можем. Чего мы такие нежные? Простая в уходе низкая подушка из кареточного хлопка с наполнителем из шарикового волокна и переработанного сырья. Ну, в принципе, вот такая вот, да, хорошая. Прям плюхаешься на нее. Нормальная. Давай еще вот эту посмотрим. А как вы подушки выбираете? Кстати, я в прошлый раз никак не выбирала, просто заказала на сайте. Нет, вот эта мне не нравится. Нет, у нас лучше качество. У нас не такая. Сейчас беру вот эту, если другую найдем, то выложим. Они такие красивые. Давай вот эту потрогаем. Нет, это жесткая прям. Ребята, это ужасная подушка, от которой у всех болит спина, шея. Но почему-то все их покупают, и мы тоже их купили. Спали на них, и у меня болела голова каждый день. Ну, какая у нас? У нас побольше еще, это еще маленькая. Короче, я спала. Пойдем покажу, какая у нас. Вот, тут все подушки представлены, если что. Нифига себе, реально. Она просто ватная, да. У нас вот такая подушка была? Да, конкретно она и была. У нас они до сих пор есть. Такой отстой вообще сразу, вам говорю, лучше не покупайте. От них голова очень сильно болит, очень сильно. Причем не только у нас, я думала, что так совпало, что это подушки крутые, дорогие. Мы будем спать на них, как в лучших отелях мира. Но нет, ребята, мы так на них плохо спали, и всегда болела голова, реально. Хотя смотрится прикольно. Потрогай вот это. Вот у нас такая, по-моему, дома. Мы такую взяли, да? Давай посмотрим. Скок Фрейкин. Гурон на март. А, блин, она перьевая. Она прикольная. Знаешь, она перьевая как собьется? Так, давай вот эту попробуем. Зай, вот эта тебе вообще понравится. Она такая легкая. Вот эту хочу, давай вот эту. Вот, у нас такая. Вот, вообще хорошая. Хорошая. Че, какой берем? Ту, говорят, берем. Выкинем потом ее через месяц. Ладно, посмотрим. Но я пока выкидывать старые не буду, что это опасно. Одеяло хочешь новое? Давай посмотрим. У нас как раз теплое, а после теплого у нас ужасное одеяло. Че, фигня вообще? Да. А, че это вообще за одеяло? Ну вот, смотри, какое-то. Ну за 800 рублей, наверное, оно не очень. Как бы по цене не судят, но, наверное, оно очень легкое. Мне вот это нравится. Приятное. Потрогай. Но оно на пуху, Денис. Потрогай. Ну мне пух не надо, ребят. У нас может быть аллергия. Вот. Терренбрек. Как тебе? Оно очень теплое. Такое же, как у нас. Теплое одеяло. Смотри, какое оно легкое. Потрогай. Да, нормально. Вообще тоненькое. Летнее, да? Летнее, но. В общем, вариантов вообще немного. Тут везде пух один напихали. Хорошенькое, тоненькое. Олив. Что, 3,5 стоят? Да, 2,6. Такое оно тоненькое-тоненькое. Берем. Вроде неплохое. Ну вот подушки я планировала покупать, но одеяло, это, конечно, уже спонтанная покупка. Смотри, вот тут еще есть одеяло. Вот оно даже круче намного. Так оно и стоит круче. Ну знаешь, 11 тысяч как там. Теплое и простое выходит одеяло из мягкой смесовой ткани и хлопкой леоцелла с дополнительным леоцеллой переработанным полезным. То есть с ним будет комфортно и сухо, так как в составе есть леоцелл, волотно, которое превосходно пропускает воздух. Заворачивайте. Да, мне вот это больше нравится. Вот. Ой, оно такое тяжелое, кстати, прям. Оливую оставляю. И сейчас мы идем выбирать вон те полочки. Главное, чтобы тут ничего не упало. Та-да-да-да. Конкретно ради них в том числе мы сюда и приехали. Нам нужно также купить две, и мы будем вешать их над ванной. Мне нужно, ребята, сфоткать, чтобы на складе их достать эти полки, потому что тут явно их нет в наличии. Вот, нам нужны именно вот эти коричневые, называется подбеленный дуб. Покнули. Они на 35-м ряду, четвертое место. 5 тысяч рублей стоит одна. Видите, это вот одна, это вторая. У нас как раз влезает. У них у каждого ширина 40 сантиметров. 40 и 40. Сейчас мы с вами будем выбирать мусорное ведро для места, где стоит косметический столик. Видите, самое необычное, это вот это. Стоит 1400, и оно открывается на нажатие. Вот что это такое? Это, видимо, его куда-то подвесить можно. Вот так ты эту штуку снимаешь и мусор уносишь. Это первый вариант. Его именно удобно использовать рукой. Второй вариант, который мне нравится, это вот это белое. Но тут уже нужно открывать ее. И вот столько мусора. Он самый симпатичный, да, из всех? Он еще такой матовый. Прям красивый. В принципе, рукой можно, но нет, неудобно. И второй вариант, это вот эти вот. Они самые дешевые здесь. В общем, черное и зеленое. Мне зеленое нравится. Ну, черное тоже хорошее, оно такое матовое. И тут вот такое вот ведро. Я вам показать-то все показала, но выбрать я так и не знаю, как выбрать. Как ты думаешь, что, какое? Да белое вроде не блог сможет. Я, короче, выбираю между белым и тем, что от руки. Давай белое. Все, ребят, мы выбрали, будем брать белое ведро. Складываем. Вау. Так, ребята, а сейчас мы в отделе с декором. И здесь мне нужны вот такие вот рамки. Вообще, в идеале я бы должна была взять рамки 40 на 50, потому что мои гобелены, они 30 на 40. Но вот эта рамка, она не входит в то место, куда я ее хочу подвесить. А подвесить я ее хочу над кроватью. А там у нас из-за того, что у нас там уже идет крыша вот так покатая, ходит, но некрасиво. Поэтому придется брать маленькие, вот такие, размером 30 на 40. И вот это вот место, само здесь полотно 21 на 30 получается. Я, скорее всего, буду убирать вот эту раму, и будет видно только гобелин. Мне таких нужно три штуки. Еще мне нужны рамки, скорее всего, черного цвета, чтобы поменять рабочее место там, где сидит Денис. Оно тоже находится в спальне, но там сейчас стоят картины. Но они красивые, яркие, но они уже там два года, они уже реально надоели. Я к ним хотела взять такие же рамки, но в черном обрамлении. Вот они. Их мне нужно две. Или хочешь белые тоже себе? Тебе без разницы. Окей. Значит, берем черные. В общем, тут мы все взяли. Пойду посмотрю постеры, потому что я тут давно ничего не смотрела. А тут иногда бывают красивые постеры. Нифига тут постеры стоят. После шин 500 рублей за два постера. Это же ужас. Купец вообще. Шин меня привлек своей ценой, и теперь я не могу смотреть на цену в Икее. Ну, тут красивый постер, ну, такой простой очень. Ну, что-то как-то прям не очень. Иногда тут покрасивее чего не бывает. А как оно включается? Он не работает? Он посломал. На этот грибок сейчас скидка. Он всего по 199 рублей. Хотя был 700. Но он не работает, я его не могу проверить. Он вообще отстойно выглядит, честно говоря. Да, мне кажется, прикольно. Какая вот пластиковая штука. Денис не заценил. Короче, мы в отделе со свечами, я уж тут все просмотрела на самом деле. Но потом поняла, что вам ничего не показало, так что пойдемте смотреть. Вот и новиночки. Можно даже маску снять и что-нибудь понюхать. Ой, прикольно. Они пахнут цветами. Здесь цветы нарисованы. Какими-то прикольными, необычными цветами. Стоит 499 рублей. А это пахнет, честно говоря, хвоей. Понюхай. Прикольно, пап. Да, приятно на самом деле. Я вообще хочу свечку, как раньше. Мы купили осенью большую. И они пропали с продажи. Вообще обидно. Давай вот эти посмотрим, зелененькие. Они с ароматом какого-то плюща, походу. Ну да. Пахнет просто растениями, знаете, зеленой травой. Не больно. Да, хочешь такую? Ну неплохо, мне не нужна она, точно. Тебе не нужна? Она 99 рублей стоит. Да давай возьмем. 100 рублей стоит? Да, да, да. Соткой? Да. А сотку бери. За 99 она. Мне вот эта очень понравилась. Стоит 1300. Вот такая еще есть новая, но у меня она не очень. И вот такая еще есть тоже новая за 1300. Мне она тоже не очень нравится. А вот эта прям клевая. У нее еще такое дно необычное. Мне очень нравится. Но я не знаю, куда ее поставить, поэтому мы ее не берем. А еще мы выбирали, ходили светильники ночные, хотели взять новую, но там что-то нам не понравилось. Поняли, что наш старый лучше. Та-дам! Да, мы пришли в то место, где нужно взять комод. Мы уже взяли специальную вот эту тележку. Знаешь, сколько он весит? 36 килограмм. Нам нужен вот именно этот Алик. Смотрите, как их много! Это же как круто! Вообще красота! Я попробую его сейчас достать. Давай ты одной рукой, а я двумя. Ребята, мы в прямом эфире вместе с вами перетаскиваем. Стоит нормальный, сильно тяжелый. Но вот как-то теперь надо его поправить. О, красота! Уху! И это был 11 ряд. Теперь нам нужно на 35 ряд. Так что погнали! Собственно, вот и он. Вот он шкаф. Я сначала испугалась, думала, что он белый. Потому что, вот видите, наклейки белые. Потом, кстати, написано «подбеленый дуб». Они всего 11 килограмм. Сверху его, конечно, тяжело доставать. Когда пропускала тренировки две недели, и Икея теперь к тебе как тренировка. Я молодец, ребята, я справилась. Можете нас поздравить. Мы, в принципе, взяли все нужное. Ненужного мы почти ничего не взяли. Это хорошо. Сейчас пойдем чуть-чуть в уценки потусуемся и на кассу. Погнали! Так, ребята, мы уже с вами в лифтике. Наконец-таки можно маску снять, но еще нельзя. Мы все купили. И у нас получилось, я знаю, что будет интересно, на 36 тысяч 315 рублей. На 20 тысяч только мебель, а на 16 тысяч всякие одеяла, подушки. Все, выходим. Поехали! Поздравляю, вы справились с задачей. Теперь мы идем в машину, чтобы это все убрать. А потом мы, наверное, покушаем. Пакеты уже загружены, рассказываем. Теперь остается загрузить задницу. Алекс, давай. Ты, Зай, справишься? Зай, тыщи Алекса. Ты не сможешь? Блин, Зай, ну я даже не знаю, как тебе помочь. Мы застряли. Давай, давай. Это было тяжело. Ура! Все на месте. Алекс лежит. Полки тоже лежат. Класс. В нашем влоге мы купили тортики домой. Денис купил там роллы. Но мы пришли поесть в Икею. Смотрите, как тут мало людей. Я никогда столько мало людей не видела. Мне надо повесить пакетик, потому что он меня раздражает. Все, идеально. Мне кажется, так нельзя делать, но я так сделала. Поехали! Ну что, ребята, мы купили покушать. Все салфетки мокрые, потому что там была какая-то непонятная тряска на дороге. Знаете, что тут появилось? Появились макароны вареные, представляете? Я взяла макароны вареные, а Денис взял картошку фри и фрикадельки. У нас не густой ужин, потому что долго у нас будет ждать еще ужин. Я сейчас покушаю. Денис сейчас вообще хочет, как преступник, поесть здесь роллов. Покиньте. Он купил роллы и будет есть их в Икеи. Это очень странно. Если что, я и не с тобой. Так что приятного нам аппетита. Надеюсь, будет вкусно и нас не выпьнет. Продолжение следует...